Дэвид Баяхчан мечтает о профессии полицейского, а пока учится на юридическом факультете и в свободное время помогает стражам порядка проводить профилактические рейды. Вот уже год он входит в состав добровольной народной дружины. На данный момент у нас увеличилось количество задач. В первую очередь это профилактические мероприятия, которые сейчас проходят. И, соответственно, проводим разъяснения с гражданами о том, что необходимо соблюдать и масочный режим, если это общественные места, где массовое скопление людей. И напоминаем о социальной дистанции. ДНД работает ежедневно. Сейчас в режиме повышенной готовности распространения коронавирусной инфекции признаются, работы прибавилось. Одна такая профилактическая прогулка с предупреждением граждан, например, соблюдать социальную дистанцию занимает не менее двух часов. СМРцы по-разному реагируют на добровольцев в салатовых жилетах. Некоторые возмущаются, что им мешают отдыхать. Но большинство понимают, что такие профилактические рейды направлены на то, чтобы защитить их здоровье. Валентина Лысова делится на улицу, старается выходить как можно реже. Но по вечерам не упускает возможности вывезти на прогулку детей. Говорит, это как глоток прохладительного напитка в жару. Работу ДНД понимает и уважает. Правильно делать это надо. Напоминать народу, чтобы знали, не забывали, что у нас такое время. Сотрудники ДНД напоминают, что в регионе действует масочный режим. Во всех помещениях, магазинах, аптеках, социальных учреждениях необходимо надевать средства индивидуальной защиты и по возможности избегать мест с большим скоплением людей. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Мария Левина, Сергей Баскин